Здравствуйте, с вами Леонид Пащенко и канал компании Эти Трейд, на котором мы рассказываем об аудио, видео и умном доме. Предлагаю продолжить рассказ о линейке Мичи Байратель. Это самостоятельная премиальная марка от известного японского производителя. Мы уже познакомили вас с интегральным усилителем Мичи Х3, а сегодня речь пойдет о топовой интегральной модели в серии под индексом Х5. Внешне он как старший брат похож на Х3 и отличается лишь высотой 19,5 см вместо 15 см. Он также выполнен в эклектичном дизайне, который сочетает строгую лаконичную классику с ее подчеркнутым минимализмом и ультрасовременных хай-тек. И здесь у нас тоже зеркально-черная глянцевая панель с двумя круглыми рукоятками по сторонам. Слева селектор источников, а справа управление громкости. В центре внизу кнопка питания с красным светодиодом, а правее вход для наушников под штекер 6,3 мм. Если посмотреть на аппарат сверху, мы увидим расположенные по бокам элементы радиатора, которые выглядят совсем не утилитарно, а напротив, очень даже стильно. Вообще, стилистика всей линейки Мичи – это просто глоток свежего воздуха в мире современного аудиодизайна. Я сходу и не припомню художественные решения, которые вот так смогли бы объединить классику и футуризм, легкость и монументальность. Зато внутри различий с Х3 моделью хватает. Разумеется, в сторону усложнения, увеличения мощности и улучшения качества звука. Начнем с того, что питание здесь сделано по схеме двойного иммона, то есть по одному тороидальному трансформатору на канал. А конечная секция работает в классе АБ и выдает по 600 Вт на канал для 4-х омной акустики и по 350 Вт для 8-ми омной. Ну и аппетит у аппарата хороший. Потребляемая мощность – 850 Вт. У Х3, напомню, 500 Вт. Вес у Х5 тоже приличный – почти 44 кг. Для работы с цифровыми источниками в усилителе предусмотрен свой ЦАП. Это Асахи Кассей АКМ4490 с поддержкой DSD и MQA. Точно такой же установлен и в модели Х3. Сразу скажу, что приготовлен и обвязан здесь этот чип очень хорошо. И на тестах при работе с цифровыми источниками он проявил себя на высоком уровне. И здесь мне показалось, что звук чуть детальнее, чище и разборчивее, чем у Х3. Хотя, повторюсь, конструкция очень близка. В описании указано, что аппарат Рун Тестит. Что это значит? Сам по себе он как стример не выступает. И для работы с облаком ему в роли посредника нужен компьютер, который подсоединяется через USB интерфейс. Здесь важно отметить, что устройство на macOS сразу работает с двумя режимами. Класс 1.0 и класс 2.0, которые переключаются в меню усилителя. А Windows только с класс 1.0. Ограничу ее поток до PCM2496. Но в комплекте X5 есть диск с драйвером. И с ним OS Windows начинает поддерживать класс 2.0. И разрешение сигнала до 384 кГц. Из беспроводной цифры здесь предусмотрен только Bluetooth APTX. И музыка через мой Android смартфон передается для этого формата очень даже хорошо. Если включать ее фоном и не вслушиваться в каждую деталь, то можно принять за вполне приличный хай-фай. Но мы-то с вами понимаем, что этот аппарат создавался для работы с куда более серьезными источниками. И с какими же? А давайте посмотрим на заднюю панель. Сначала рассмотрим аналоговые варианты. Слева у нас расположены два входных балансных разъема. Следом идет вход для винилового проигрывателя. Что важно, он работает с двумя типами головок звукоснимателя. Как с подвижным магнитом, так и с подвижной катушкой. То есть с ММ и МС-картриджами. У МИЧИ-Х3, как мы помним, предусмотрен только первый вариант. Далее размещены четыре пары R-серии разъемов для CD-проигрывателя, тюнера и так далее. Затем два выхода на сабвуфер и пара выходов с блока предусилителя. Да, при необходимости X5 может выступить и в этой роли, и очень даже достойно. Мы включали его фрейнс-связки с моноблоками МИЧИ-М8. Результат был впечатляющим. Хотя напомню, что все же для этих целей в линейке специально предусмотрен отличный предусилитель МИЧИ-П5. В цифровой секции мы видим три оптических и три коаксиальных входа. Здесь же вход USB-B для компьютера. А вот разъем USB-A рассчитан только на обновление программного обеспечения. И для этой же цели используется сетевой вход Ethernet. Он же обеспечивает IP-управление для интеграции аппарата в автоматизированные системы. Вы также можете управлять усилителем с компьютера через интерфейс RS-232. Вот его разъем справа. И в самом низу у нас 8 по 4 на канал очень аккуратных разъемов для акустики. Стильных, с родиевым покрытием. Помните, в обзоре МИЧИ-Х3 я говорил, что такое соотношение звука, качества и цены еще поискать надо. А применительно к X5 эти слова надо масштабировать в полтора-два раза. Больше мощности, больше возможностей коммутации, больше контроля над акустикой. Будьте уверены, что все частоты, все нюансы и детали, которые есть в записи, усилитель преподнесет, покажет и раскроет в должной мере и ровно в заданной пропорции. Но у нас в студии есть нечто интересное. Это напольная акустика Bowers & Wilkins 702 Signature в новом эффектном цветовом решении Midnight Blue Metallic. О них я обязательно расскажу отдельно. А сейчас нам важно, что версия Signature отличается от базовой более утонченным звучанием за счет модернизированных байпасных конденсаторов от Moodle в кроссоверах. Здесь особыми оттенками заиграли средние и высокие частоты. Можно сказать, что записи стали несколько ярче и чуть воздушнее. И тут тоже ощущается подчеркнутый уверенный опор от МИЧИ-Х5. Но усилитель не навязывает свой характер, а дает раскрыться акустике. Вот здесь надо сказать, что хотя МИЧИ-Х5 способен раскрыть большинство акустических систем, но и ему самому нужна достойная акустика, чтобы проявить все свои таланты. Если вы решили прослушать аппарат в салоне, или сами его демонстрируете потенциальному владельцу, это надо делать с колонками и записями соответствующего уровня. И на этом мы обзор завершим. Подписывайтесь на наш канал, ставьте положительные оценки, задавайте вопросы в комментариях, не забывайте про наши соцсети. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!